Итак, добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Вячеслав Фоменко. Я представляю компанию Hyatt Estate, это агентство зарубежной недвижимости. То есть мы работаем более чем в 30 странах и при этом имеем офисы в разных странах, включая Украину. То есть я, собственно, директор украинского офиса компании. И сегодня хочу рассказать о возможностях получения вида на жительство и паспорта через инвестиции в недвижимость в разных странах Европы, в разных странах мира. То есть это будет такая краткая характеристика. Естественно, за 20 минут моего доклада я не успею рассказать обо всех возможностях и всех программах, но провести какую-то сравнительную характеристику мы успеем. После чего буду рад ответить на те вопросы, которые у вас возникнут в течение моей презентации. Ну, в первую очередь, самый простой вопрос. Что такое вид на жительство и зачем его получают? То есть по нашей практике я убедился, что многие, даже наши клиенты, которые хотят получить вид на жительство, они зачастую до конца не понимают, зачем он им нужен, что он им даст, какие права, какие возможности. И причем люди зачастую не знают, куда именно они хотят переехать. То есть они выбирают, я был в этой стране, мне там понравилось, поэтому я хочу туда. Поэтому в первую очередь необходимо определиться со страной, необходимо определиться с целями этой поездки. То есть это временная поездка на обучение или попытка вести какой-то бизнес, или это уже 100% навсегда и надолго. В зависимости от цели мы уже рекомендуем страну, в которую человеку лучше ехать, в которой ему проще получить вид на жительство. Если мы говорим о людях, которые инвестируют, то зачастую это могут быть даже… Люди всегда хотят сделать все вместе. Я хочу инвестировать в недвижимость и получить вид на жительство. Зачастую это могут быть разные страны. То есть в одну страну ему лучше инвестировать свои деньги в недвижимость, а в другой получать вид на жительство. Если говорить о сравнительных характеристиках по странам, то ряд европейских стран вообще не предоставляют вид на жительство через покупку недвижимости. Другие страны предоставляют вид на жительство, но ставят какую-то минимальную сумму. То есть здесь мы видим, к примеру, в Греции необходимо купить недвижимость, начиная от 250 тысяч евро для того, чтобы получить вид на жительство. В Испании золотая виза – это 500 тысяч евро. То есть при покупке от 500 тысяч вы получаете гарантированный вид на жительство. Опять же, во всех этих странах есть и другие программы. То есть можно получить вид на жительство не только через покупку недвижимости. Но если мы говорим о простом варианте через инвестиции, то вот Испания – это 500 тысяч евро, Португалия – 350 тысяч, если мы говорим о объекте под реконструкцию, и от 500 тысяч евро, если мы говорим о новой недвижимости, либо вторичной недвижимости. В Болгарии – это от 300 тысяч евро, на Кипре – это тоже от 300 тысяч евро. И срок первого вид на жительство в разных странах тоже разный. То есть, к примеру, в Греции первый вид на жительство сразу дается на 5 лет, то же самое на Кипре. В других странах это обычно 1-2 года. То есть 2 года Испания и по одному году Португалия – Болгария. Дальше. Важный вопрос, естественно, кто получает вид на жительство. Потому что кто-то хочет переехать один, кто-то хочет переехать семьей. Некоторые страны предоставляют вид на жительство, к примеру, только детям, кто-то только супругу-супруге, кто-то родителям. Поэтому этот момент тоже важный. На него тоже нужно обращать внимание в первую очередь, исходя из того, с кем вы собираетесь переезжать. То есть кто получает вид на жительство? Опять же, по Греции это могут быть супруга и дети. По Испании это и супруга с детьми, и родители. То есть это довольно недавно, они в прошлом году ввели эту поправку, что теперь могут получать и родители. По Португалии все родственники, в том числе и финансово зависимые, Болгария, родственники иждивенцы, Кипр, супруги, несовершеннолетние, дети. То есть этот момент немножко разный в разных странах. По гражданству здесь тоже ситуация разная. В некоторых странах гражданство можно получить, скажем, и сразу. То есть такие программы есть, к примеру, у Кипра, когда в течение трех месяцев можно получить и гражданство. Но здесь, естественно, уже другая цена вопроса. То есть если тот же вид на жительство на Кипре можно получить при инвестиции в 300 тысяч евро, то для того, чтобы получить паспорт, требуется инвестиция в 2 миллиона. А обычно в большинстве случаев нужно, ну, паспорт можно и гражданство получить уже позже. То есть либо это будет паспорт, либо это будет ПМЖ, постоянное место жительства. То есть в Греции нужно прожить порядка 10 лет, в Испании нужно прожить, скажем так, 2555 дней. То есть это 10, это по факту это 7 лет, но 7 лет в течение 10 лет можно прожить. Ну, в среднем через 12 лет в Испании только можно получить гражданство. Португалия после 7 лет, Болгария, ну, скажем, уже есть такие программы, да, то есть через инвестиции Кипр после 10 лет, но вот быстрая программа это в течение трех месяцев. Есть также, скажем, неевропейские страны, которые тоже предоставляют паспорта, тоже предоставляют виды на жительство. Ну, особняком здесь стоят страны Карибского бассейна, да, где за 200, 250, 300 тысяч в зависимости от страны можно получить не только вид на жительство, а и гражданство страны. То есть такие страны, как Антигуа и Барбудда, Коста-Рика, Гренада, Барбадос и прочее, они, скажем так, по факту продают паспорта, продают гражданство своей страны за инвестиции. Ну, опять же, здесь зависит от того, зачем человеку нужен этот паспорт, да, потому что большинство клиентов, к примеру, большинство людей получают вид на жительство. Ну, один из самых популярных запросов – это либо для переезда, опять же, немногие переезжают в Карибский бассейн, либо для того, чтобы банальная причина каждый раз не получать мультишенгены, то есть иметь гражданство Европы, отправлять учиться детей, скажем, как говорят, чувствовать себя белым человеком в Европе, то есть иметь все те же возможности, что имеют европейцы. Вот, продолжая наши таблички, то есть Коста-Рика от 200 тысяч евро требуется для того, чтобы получить вид на жительство, он дается на два года. США, ну, всем известная программа EB5, там от 500 тысяч долларов, и сначала человек получает только возможность работать, а потом уже дальше получает вид на жительство. Такие страны, как Турция и Черногория, стоят особняком, в них любая покупка недвижимости предоставляет возможность получить вид на жительство. Они не входят на данный момент ни в Шенген, ни в Евросоюз, но и у Турции, и у Черногории очень упрощенные по сравнению с Украиной возможности оформления виз, то есть их можно оформлять как в Украине, в посольстве, соответственно, Турции и Черногории, так и на территории самой страны, оформлять визы в Соединенные Штаты Америки, оформлять визы в Канаду, Британию, Евросоюз и прочее. Ну и вид на жительство в этих странах получить можно легко и относительно быстро. Дальше, по этим же странам, ну кто получает вид на жительство во всех этих вариантах, это супруги и дети. По возможности получить гражданство в США и Турции это после 5 лет, Черногория после 7 лет, Коста-Рика после 9 лет. Ну, скажем так, можно много вдаваться в подробности, но давайте сейчас вкратце пройдемся по некоторым странам. То есть те страны, которые на нашей практике за последние годы пользовались самым большим спросом среди наших клиентов для получения вида на жительство. Первое, ну, начнем с самого простого варианта, это Турция. То есть здесь не требуется каких-то больших инвестиций, то есть можно купить любую недвижимость, начиная от 30 тысяч евро, и, ну, если кто-то найдет дешевле, то можно и дешевле, и получить вид на жительство на себя и на всех членов своей семьи. То есть здесь покупка недвижимости, она практически автоматически гарантирует вам годовой вид на жительство на всю семью. Необходимо подать базовые документы, то есть показать наличие каких-то денег на счетах. Это порядка 6 тысяч на человека, которые можно положить, сделать справки и, соответственно, снять. Первый вид на жительство делается в течение 20 дней. Он делается на год, дальше продлевается на два года и еще на два года. По факту через эти пять лет можно получать гражданство Турции, то есть год, два и два. Ну, здесь как бы вопрос в том, станет ли это гражданство впоследствии гражданством страны, входящая в Евросоюз и в Шенген, потому что Турция уже, скажем, давно стоит на пути в Евросоюз, но на данный момент не до конца понятна перспектива, войдет она в него или нет по, скажем так, политическим причинам. Следующая страна из этого же лагеря – это Черногория, то есть страна, где тоже можно получить вид на жительство при покупке любой недвижимости. Здесь, в принципе, изменения произошли относительно недавно, то есть с 3 ноября предыдущего года, 2015-го, был принят закон, по которому были сняты ограничения на сумму недвижимости. То есть любой иностранец, который покупает недвижимость в Черногории, получает разрешение на временное проживание, то есть вид на жительство. Ну, опять же, как в Черногории, так и в большинстве других стран, как я говорил, недвижимость не является единственным фактором, который позволяет получить вид на жительство. То есть вот на примере Черногории другие варианты получения – это брак с гражданином Черногории, это получение образования в Черногории, Трудовая деятельность, сезонная деятельность, трудовая, стажировка, повышение квалификации. В принципе, это частые причины, которые позволяют получать виды на жительство в других странах. В Испании, в Германии, плюс-минус причины для получения ВНЖ те же. Лечение, научно-исследовательская деятельность, воссоединение семьи, гуманитарные цели, покупка недвижимости. И что является основанием для получения вида на жительство? То есть по документам все плюс-минус просто. Нужно предоставить документы, освидетельствующие праве на собственность. Медицинская страховка в любой стране нужна, потому что при получении вида на жительство нужно показать, что человек плюс-минус здоров и что государство не ляжет, скажем, его лечению на плечи государства. И справка о наличии денег на банковском счету. То есть для Черногории сумма довольно небольшая. Они считают, что можно прожить на 10 евро в день. И, соответственно, нужно предоставить при получении ВНЖ на год справку о наличии на счету 3650 евро. Ну и последний момент – это то, что любой объект недвижимости здесь подходит для получения ВНЖ. То есть это могут быть дома, дачи, виллы, квартиры, коммерческая недвижимость, офисы, рестораны и прочее. То есть не обязательно это должна быть квартира. Идем дальше. Получение вида на жительство в Испании. Ну, наверное, это по количеству запросов на данный момент в нашей практике самая популярная страна. Правда, скажем, в итоге многие запросы отсеиваются после получения более детальной информации, потому что золотая виза, которая дает вид на жительство без каких-либо проблем, это инвестиция свыше 500 тысяч евро. Ну и, скажем, не все имеют финансовые возможности для получения такой визы. То есть инвестиции свыше 500 тысяч евро – это может быть один объект, может быть несколько объектов, то есть может быть вилла, может быть несколько квартир, коммерческая недвижимость и прочее. Из плюсов здесь не требуется проживать, то есть свободное передвижение. Потому что, ну, скажем, есть программы, когда можно получить вид на жительство, но при этом нужно постоянно жить в этой стране. Здесь, если мы говорим о золотой визе, то, соответственно, купив недвижимость на указанную сумму, человек получает постоянное вид на жительство, и он может не пребывать в Испании вообще. Ну, из-за ограничений там порядка, ну, несколько дней в году достаточно проводить. По документам. То есть для того, чтобы податься на визу, достаточно подать базовые документы. Это фотографии, это паспорт, соответственно, медицинская страховка, справка о несудимости, которой европейцы определяют особо большое внимание, то есть везде нужно подавать справку о несудимости. Это ИНН, справка с места учебы или справка о работе. Ну, соответственно, все эти документы подаются, в течение 90 дней они проходят рассмотрение, и человек получает вид на жительство с возможностью продления на 2 года. Первый раз он получает на 2 года, дальше продлевается на 4 и еще раз на 4. Ну, соответственно, уже после третьего вида на жительство можно подаваться на гражданство. Из таких дополнительных плюсов, то есть человек может не вкладывать все 500 тысяч самостоятельно, можно получить еще ипотечную ссудом. То есть, в принципе, Испания сейчас, чем стало дополнительно интересно нашим клиентам, чем стало дополнительно интересно украинцам, это то, что, во-первых, возобновилось кредитование нерезидентов. Ну, еще пару лет назад, скажем, украинцев практически не кредитовали в Испании. Ну, во-первых, это были причины, связанные с АТО, с тем, что многие стали активно ехать, с любыми бюджетами пытаться зацепиться, скажем. Сейчас стало проще получить кредиты. Соответственно, в Испании под плюс-минус символическим процентом 3-4% годовых в евро можно оформить кредит на половину, иногда на большую часть стоимости объекта недвижимости. Ну и, соответственно, кроме того, можно погашать этот кредит за счет сдачи апартаментов в аренду и, соответственно, заработанными деньгами погашать кредит. И второй вариант получения вида на жительство в Испании – это инвестиции в недвижимость на сумму менее 500 тысяч евро. То есть есть и другая программа. Это уже не золотая виза. Здесь немножко придется, скажем, постараться самому и поработать с адвокатом, который поможет получить такой вид на жительство. Но в данном случае можно приобрести любой объект. То есть можно купить минимальную квартиру в Таревьехе или Валиканте за 50-80 тысяч евро и тоже податься на вид на жительство. В этом случае нужно дополнительно предоставить подтверждающие документы на наличие денежных средств. То есть заявитель должен показать ежемесячно, скажем, что он готов тратить порядка 2 тысяч евро на себя и плюс 500 евро на каждого члена семьи. То есть нужно показать, к примеру, если получаем вид на жительство на год, то на одного человека порядка 25 тысяч евро, на следующего каждого порядка 6 тысяч евро. То есть продемонстрировать платежеспособность. И на основании этого, положив эти деньги в банк, можно подаваться на вид на жительство. Это более сложный вариант, чем золотая виза, но зато более, скажем, дешевый и бюджетный. Ну и третий, скажем, самый простой вариант, это вообще не вид на жительство, это многоразовая виза мультишенген. То есть, опять же, при покупке любой недвижимости в Испании можно подаваться на многоразовую визу. То есть, в принципе, недвижимость – это достаточное основание для того, чтобы получать не сингл, а многоразовую, которая позволяет проживать и находиться на территории страны 90 дней из 180. То есть, если человек не планирует жить постоянно в Евросоюзе, постоянно там работать, чем-то заниматься, то достаточно, в принципе, и мультишенгеном. Идем дальше. Получение вида на жительство в Греции. Здесь, в принципе, один из самых минимальных порогов входа, если мы говорим о инвестициях через недвижимость. То есть, Греция, Латвия позволяют, инвестировав от 250 тысяч евро, тоже получить вид на жительство в стране. Как собственнику недвижимости, так и членам его семьи. И здесь из преимущества ВНЖ дается на 5 лет сразу. Здесь неограниченное количество времени можно, опять же, пребывать на территории Греции и в Европе, путешествовать без виз. То есть, понятные преимущества, ради которых люди получают вид на жительство. Получать бесплатное образование в Греции, либо в других странах Евросоюза. Получать бесплатную первую медицинскую помощь. Это все преимущества, которые получает обладатель вида на жительство. И, в принципе, пожалуй, последний вариант, который хотелось бы рассмотреть и рассмотреть чуть более детально, это вид на жительство Кипра. Киприоты, скажем, преуспели в программах по получению вида на жительство, по оформлению вида на жительство. То есть, проработали их максимально хорошо, предоставили большое количество преимуществ инвесторам, особенно тем, кто получает паспорта Кипра. Ну, скажем, за счет своих программ по получению вида на жительство и получению паспортов в последнее время большое количество иностранцев, большое количество нерезидентов, в том числе и украинцев, привлекли на Кипр своими программами. То есть, какая программа здесь? Вид на жительство можно получить при инвестиции, начиная от 300 тысяч евро на Кипре. Здесь есть экспресс-процедура, то есть два месяца необходимо на то, чтобы оформить все документы, податься и получить вид на жительство. Плюс, опять же, Кипр ожидается, что до конца этого года, максимум в следующем году он должен тоже вступить в шенгенскую зону. Соответственно, на данный момент для того, чтобы прилететь на Кипр, есть два варианта. Это может быть шенгенская виза, это может быть киприотская виза. То есть, по любой из этих виз можно лететь на Кипр. Ну, соответственно, после вступления Кипра в шенген можно будет с видом на жительство Кипра путешествовать без каких-либо проблем по всему Евросоюзу. Ну и из преимуществ недавно, скажем, добавили, что вид на жительство получают и супруг супруга заявитель, несовершеннолетние дети, и совершеннолетние, но финансово зависимые до 25 лет. Соответственно, также получают вид на жительство на Кипре. Какие еще преимущества? То есть, обладатели вида на жительство не обязаны переезжать на Кипр, не обязаны там находиться долгое время. В принципе, достаточно за первые два года, человек получает вид на жительство на два года, и в течение этих двух лет достаточно один раз на один день прилететь на Кипр, а дальше уже продлевать этот вид на жительство. Еще один момент — это то, что вид на жительство не влияет на налоговые обязательства на Кипре, в отличие от гражданства. По гражданству чуть позже я расскажу. Ну и здесь похожая на Испанию программа, то есть фактическое проживание на Кипре, если человек действительно там живет, он может получить гражданство Кипра, но для этого необходимо прожить минимум 7 лет. То есть 7 лет подряд. Если человек, например, за 7 лет год не жил на Кипре, тогда еще один год. И следующий момент — это гражданство Кипра, то есть гражданство Евросоюза через инвестиции. Здесь, как уже озвучивалось, порог входа составляет 2 миллиона евро, то есть при инвестиции в 2 миллиона можно получить гражданство Кипра сразу. То есть в течение трех месяцев оформляется паспорт Евросоюза. Большинство стран Евросоюза такого пока еще не делает. То есть, возможно, Кипр показал такой пример. Ну, здесь тоже относительно недавно ввелся такой закон. Причем изначально ввели 2,5 миллиона, сейчас снизили буквально 2 недели назад до 2 миллионов. Здесь экспресс-процедура. 3 миллиона для получения паспорта. Ближайший аналог, кстати, это Австрия, но в Австрию нужно вкладывать 10 миллионов, и при этом даже нет стопроцентной гарантии получения паспорта. Поэтому, в принципе, Кипр сейчас привлекает наших инвесторов, наших, скажем, миллионеров, которые готовы получать вид на жительство, вернее, готовы получать паспорт Евросоюза. Здесь, кроме паспорта, человек получает все права и свободы граждан Евросоюза, то есть возможность пребывания, учебы, передвижения, бизнеса, ведения бизнеса в странах-членах Евросоюза. Безвизовый режим в 157 стран мира, то есть не нужно проживать на Кипре фактически вообще, то есть можно получить паспорт и, в принципе, даже не посещать эту страну. Ну и плюс разрешено двойное гражданство, то есть не обязательно отказываться от паспорта имеющегося, для того, чтобы получить гражданство Кипра. Ну, здесь обычно спрашивают, как же это связано, насколько это противоречит украинскому законодательству, то есть в Украине двойное гражданство, в принципе, неприемлемо. Ну, скажем, либо человек должен отказываться от гражданства той страны, в которой он сейчас находится, либо получать третий паспорт, потому что у нас двойное гражданство не разрешено, а тройное, по крайней мере, нигде не написано. Из преимуществ программы также гражданство предоставляется супругам, супруге и несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним до 28 лет. Сумма инвестирования 2 миллиона, и инвестор должен сохранять эти инвестиции в течение трех лет. Ну, в принципе, как это делают, скажем, та категория инвесторов, которые получают паспорта, они покупают какую-то недвижимость для себя, она должна быть не меньше, чем на 500 тысяч евро, а на остальные деньги, необходимые, скажем, для инвестиций, приобретается недвижимость под сдачу в аренду, либо коммерческая, либо жилая, которая приносит за эти три года какие-то деньги дополнительные, а через три года перепродается, ну, и, соответственно, инвестор получает свои деньги обратно, а паспорт у него остается. То есть через три года человек должен сохранить за собой один объект недвижимости для собственного проживания на сумму не менее 500 тысяч, остальную недвижимость он может продать. Вот. Из плюсов также нет экзаменов на знание государственного языка, потому что есть страны, ну, скажем, например, в Литве можно получить вид на жительство, сдав экзамен на язык. Но здесь уже отбирают самых стрессоустойчивых, потому что литовский язык считается вместе с венгерским самыми сложными языками в Европе, поэтому сдать экзамен, возможно, проще заработать и инвестировать деньги, чем сдать экзамен по литовскому языку. Да, здесь таких экзаменов нет, здесь низкие государственные сборы за оформление гражданства, широкий выбор инвестиционных опций, то есть можно инвестировать в любую недвижимость, можно комбинировать, то есть это не один объект, а могут быть разные объекты недвижимости. Ну и из вариантов это может быть как жилая недвижимость, это могут быть облигации, финансовые активы кипрских компаний, открытие своей компании на территории Кипра, приобретение, слияние, прочее, прочее, прочее. Также варианты депозита, инвестиций и комбинация перечисленных способов. Ну и последний слайд, одно из, скажем, важных, возможно, даже для некоторых инвесторов основных преимуществ программы киприводского гражданства, это то, что инвестор, получающий паспорт Кипра, он получает статус недомициального резидента страны. И в течение 17 лет проживания своего на Кипре он может не платить налоги ни на Кипре, ни какие-либо другие налоги. Поэтому, скажем, получение паспорта Кипра освобождает инвестора от уплаты каких-либо налогов где-либо. То есть, в принципе, ну, наверное, как минимум половина людей, получающих паспорта, получают их не ради мультишенгенов, не ради, там, возможности жить на Кипре, а получают их именно для того, чтобы минимизировать свое налоговое бремя. То есть, имея, скажем, какие-то крупные бизнесы, которые, ну, соответственно, которых нужно платить налоги в своей стране, за счет получения гражданства Кипра, за счет, скажем, смены юрисдикции человек может ввести бизнес и не платить налоги в течение 17 лет. Вот вкратце такая информация по видам нажительства, по гражданству в разных странах. Если какие-то вопросы у присутствующих остались, то с удовольствием на них отвечу.